В одном из труднодоступных районов Кашкадаринской области открылся учебно-тренировочный центр горной подготовки Министерства обороны. В нем повышают свой боевой потенциал военнослужащие. О том, как способствует росту профессионализма, физических и тактических навыков, проводимые в нем тренировки, узнавала Лола Ракаева. Готовы действовать в горах. Готовы действовать в горах. И доставка груза требует особенной подготовки и применения лошадей. Бойцам при этом предстояло решить ряд учебно-боевых задач в дневное и ночное время суток, продемонстрировав выносливость, особые навыки, в том числе тактику выживания в горах и стрельбу в условиях высокогорья. Тактика боя в горах – это отдельная наука, которая вместе с горным снаряжением уже половина успеха. Спуск по отвесным скалам. Переправа через водную преграду. Веревка тут не менее важна, чем автомат. Горы, как известно, ошибок не прощают. Бойцы действовали как в групповом, так и в индивидуальном порядке. Отработали выполнение стрельбы на высокогорных склонах. Подготовить специалиста, умеющего действовать в таких условиях – дело специфическое. На протяжении веков все это было необходимо, чтобы гарантировать надежную защиту государственной границы, проходящей вдоль линии гор. Освоение одной теории считают здесь недостаточно для подготовки бойцов этого рода войск. Важно уметь ходить по горным дропам, использовать рельеф в качестве прикрытия, уметь вести огонь с неудобного положения. Много нюансов и особенностей. Все зависит от задачи, которая стоит перед бойцами. Большое внимание подготовке таких бойцов уделялось в период правления предков-полководцев. Согласно источникам, именно в этой пещере Амир Тимур со своим войском проводил различные занятия, постигая секреты ведения боя в горах, повышая профессиональные навыки своих бойцов. А эта пещера служила сильной и надежной естественной крепостью. Ведь для обороны нет ничего лучше гор. Это природная крепость, и уверенно чувствовать себя здесь может только солдат, прошедший специальную подготовку, которая отныне на этой базе будет не эпизодической, а основной боевой.